Вынужден признать, что прошлая наша лекция в 40 минут нифига не уложилась и настолько не уложилась, что я в общем вынужден был замять ее окончание связанное с подоками данных и прикладным уровнем но меня в общем несколько оправдывает то, что у нас все-таки есть лекции не по сетевым технологиям, хотя это как сказать как сказать, потому что сегодня как раз у нас программирование, которое очень сильно завязано на всякие сетевые технологии и если мне не придет в голову что-то еще, это наверное последняя из лекций связанных которые завязаны на учебник, сейчас покажу вам учебник вдруг кто не видел на учебник Майкла Кереска, который называется Linux Programming Interface вот, сам учебник гораздо больше он в пиратском виде есть в интернетах его можно купить и все но главное, что все исходные коды всех программ, которые к нему прилагаются а к нему прилагаются программы по всем темам разумеется, примеры доступны одним большим архивом который можно скачать и я, например, его на наш сервер на котором мы делаем практику скачал, развернул полностью собрал все программы которые там есть то есть он полностью собирается без единого гвоздя без единого бубна без всего вот и его можно изучать возможно, если нам хватит времени сегодня, я немножко покажу куда смотреть дальше но в любом случае смотреть дальше вот сюда вот значит, да как видите я был занят в основном составлением плана лекции практического ну в смысле неформального формальный план появится позже вот и это собственно разговор про формальный план нас возвращает к предыдущей лекции вот кстати, тут уровни неправильные давайте я поправлю ну в общем к предыдущей лекции конкретно к ситуации когда мы договорились о том как у нас будут разделяться сетевые протоколы и обнаружили два интересных свойства про которые я хочу просто повторить потому что это, пожалуй, самое важное что я хотел сказать на прошлой лекции возможно не не досказал значит две важные штуки два таких инварианта которые всегда встречаются при работе с сетевыми протоколами это инкапсуляция то есть вложенность данных более верхнего уровня в данные более нижнего уровня и независимость реализации сетевых протоколов между уровнями инкапсуляцию мы с вами видели ну грубо говоря у нас есть какие-то пользовательские данные они обмазываются какими-то дополнительными дополнительной информацией прикладного уровня ну например ваш http страничка которую хотите отправить или получить обмазывается http запросом http ответом то есть html страничка прошу прощения html страничка обмазывается http запросом http ответом то есть какими-то дополнительными данными прикладного уровня потом это все режется на куски и начинает вкладываться в поток как правило tcp если мы имеем дело с http да значит куски в случае tcp это результат управления качеством канала то есть куски бывают побольше и поменьше вот такие значит и вот этот кусок tcp называется уже пакетом потому что у нас сеть с коммутацией пакетов и передавать данные непрерывно мы не можем вот и он обмазывается соответственно скажем так идентификаторами уровня tcp мы с вами помним что такое идентификатор уровня tcp это значит адрес отправителя адрес получателя причем адрес может быть довольно не обязательно в точности совпадает с адресом на уровне ip вот и так еще порт отправителя и порт получателя это нужно для того чтобы для того чтобы когда два компьютера одновременно передают друг друга в несколько потоков данные эти потоки как-то отличались адреса у них одинаковые а вот порты у них будут разные причем это важно понимать допустим мы находим на веб сервер у веб сервера всегда порт там либо 80 либо 443 ну в наше время 443 то есть мы производим подключение я вам показывал даже неткат который что-то читал в прошлый раз при зоне подключения на порт ну скажем 80 и что-то оттуда скачем если один и тот же компьютер скачивает несколько по протоколу http то есть через 80 порт скачивает несколько в несколько потоков данных несколько ресурсов с веб сервера то 3 из 4 3 из 4 вот этих составляющих идентификатора уровня TCP совпадают адрес отправителя наш компьютер совпадает адрес получателя TCP этот самый адрес сервера совпадает порт на сервере всегда одинаковый 80 а отличается только 4 параметр то есть если мы делаем несколько подключений то в каждом таком подключении будет задействован какой-то временный порт соответствующий порту отправителя вот такие дела дальше эти TCP пакеты для того чтобы передаваться через наш интернет а мы помним что на уровне TCP на уровне транспорта мы вообще не различаем маршруты мы говорим вот нас отправитель вот нас получатель вперед чтобы передаваться на уровне TCP их опять режут на кусочки скорее всего а может и нет не важно да формируют из каждого такого кусочка а уже IP пакет в этом IP пакете у вас будет указан помимо того кусочка который запакован внутрь инкапсулирован будет еще указан адрес отправителя адрес получателя IP будет указан тип того пакета который мы несем и всякие другие вещи вот мы подглядывали в прошлый раз в википедию в описание этого пакета вот при попытке запихать этот IP пакет внутрь какой-то среды передачи данных то есть переход на уровень еще ниже он будет тоже распилен на части потому что среда передачи данных там есть понятие максимум трансфер юнит и больше чем он нельзя пакет нужна фрагментация скорее всего кстати сказать именно на этом уровне будет происходить фрагментация если она не запрещена вот значит обмазан будет уже получится Ethernet Frame например если мы записываем в Ethernet будет обмазан уже значит мета данными уровня Ethernet в частности MAC адресом то бишь Ethernet идентификатором того хоста который отправляет пакет и того хоста который получает пакет на данной среде передачи данных то есть например это ваш компьютер и ваш маршрутизатор или один маршрутизатор и другой маршрутизатор или последний маршрутизатор и собственно сервер да MAC адресом вот ну и тоже всякими вещами короче говоря инкапсуляция это последовательное заворачивание пакетов более высокого уровня в мета данные пакетов более низкого уровня из чего следует что на самом низком уровне больше всего данных передается а на прикладном меньше второе свойство независимости независимости сетевых протоколов более высокого уровня от реализации соответствующих протоколов на более низком уровне довольно легко пояснить ну например с точки зрения независимости сетевого уровня третьего уровня интернет от интерфейсного уровня второго уровня сетевого подключения у вас между двумя компьютерами может быть прокинута среда передачи данных какая угодно это может быть Ethernet это может быть Wi-Fi это может быть просто два провода это может быть что угодно это может быть там какой-нибудь асимметричный канал типа GSM и этого самого DSL в общем совершенно не важно какого рода у вас используется медиа и какого рода фреймы по нему гуляют если поверх этих фреймов а мы теперь знаем что не поверх а под низ да внутрь запихнут IP трафик то после того как мы его декапсулируем при получении на очередном маршрутизаторе нам совершенно не важно в какой именно пакет более низкого уровня он был завернут да это Ethernet фрейм это ATM фрейм это фрейм там не знаю того же ADSL не важно не важно вот точно так же когда вы поднимаетесь на уровень выше на уровень на уровень транспортный там TCP или UDP вам уже не важно по какому маршруту ходили ваши пакеты вот правда IP адреса скорее всего сохранятся но там есть некоторая мутная подробность которую я сейчас не буду объяснять которая на самом деле придет к тому что нет ну вот если переходить от этого разговора собственно к системному программированию то выясняется такая отчасти неприятная штука сейчас я попробую запустить какой-нибудь не будем у нас у нас лекции непосредственных технологий заголовки мы точно не будем рассматривать правда мы будем их частично заполнять вот потому что мы сейчас будем писать программу которая осуществляет как раз подключение на транспортном уровне но я сейчас немножко про другое давайте мы никуда нибудь зайдем ну например никуда не зайдем а почитаем документацию вот я уже говорил когда-то когда у нас были лекции по файловым системам что в файлой системе может лежать такая штука которая называется сокет сокет в отличие от канала который однонаправленный и с одной стороны в него пишут и в другой читают и синхронный то есть например если если места в буфере нету то та программа которая пишет будет просто ждать пока та программа которая считает не считает сокет это более универсальный асинхронный интерфейс передачи данных вот который выглядит как две стороны дырки то есть вот представьте себе что у вас есть такой портал вы значит в одну принимающую дырку одну из дырок они обе одинаковые они обе симметричные в одну из дырок запихиваете данные и она из другого из другого конца этой дырки вываливается причем сами эти дырки могут например находиться просто в файловой системе то есть вы забрасываете туда данные а другая программа их оттуда вынимает и это просто некий объект файловой системы мы такой создадим сегодня либо эти дырки вообще абстрактны они не принадлежат ничему ни файловой системе ничему. Вы просто создаете некий дескриптор. Именно в терминах вот как у нас был дескриптор файловый там у файла, у каталога, помните у этого самого канала передачи сообщений, ку всему был дескриптор. Вот такой же дескриптор создаете. Вот. И допустим форкаете ваш процесс. У вас получаются значит дочерние родительские процессы. И вот они через этот сокет абстрактный друг с другом общаются. Сокет может быть сетевой. То есть у вас один конец дырки на одном компьютере, а другой конец дырки совсем на другом компьютере. И надежную или ненадежную это как вам больше нравится доставку данных от одного конца к другому обеспечивает ваша сетевая подсистема ваша операционная система. Там скорее всего ядра. Вот. А вам остается только пользоваться. Да, если это сокет поточный, ну грубо говоря, TCP сокет, то тогда у вас будет гарантироваться надежность доставки данных, очередность будет отслеживаться транспортным уровнем до, без вашего вмешательства. Вот. Ну и всякие, всякие флюшки, связанные с TCP. А если это датограммный сокет, допустим, то ничего не будет отслеживаться. Вы просто зашлете в пакетик какую-то датограмму. Датограмма – это такое сообщение, которое состоит из одного себя. Не из серии там пакетка, из одного себя. Вот. А на другой стороне получите. Ну или не получите. Вот. Как вы помните, при работе с датограммами даже подключение не устанавливается. Потому что зачем, вот как в TCP, запрос на подключение, ответ, что можно подключаться, запрос на ответное подключение, ответ, что можно подключаться, бла-бла-бла, и все это ради того, чтобы один пакет переслали. Ну вот, поэтому TCP так не делал. На самом деле, сокет гораздо более универсальная и такая, как это правильно сказать? Ну, сокет – это такая абстракция. Такая абстракция, реализация которой может быть прибита небольшими или большими гвоздиками к разному семейству протоколов, сетевых, всяких. Вот, как видите в документации по системному вызову сокет, который, собственно, создает вот этот самый сокет, описано огромное количество семейства так называемого family протоколов, которые поддерживаются там внизу при создании сокета. Что при этом имеется в виду? Имеется в виду, что когда вы создаете сокет, вы создаете, собственно, некоторый интерфейс между четвертым транспортным уровнем и третьим уровнем. Уровнем, собственно, как бы я бы сказал, доставки данных, да, или там, ну, то, что в случае CPIP называется уровень сетевой. Там совершенно не обязательно он сетевой, он всякий бывает. Ну, короче, тот уровень, который занимается непосредственно переносом ваших пакетов или там доставкой, эмоционализацией, вот этим всем, на тот уровень, который занимается, собственно, потоками данных. Вот, как видите, их тут очень много. Мы с вами, наверное, можем узнать, ну, например, IPv4 сокет. По которому можно почитать, если сказать, MAN IP. Ну, не тот IP. 7 IP. И я думаю, что мы еще поговорим про Unix-домен сокет. Сейчас мы посмотрим, какой он. Он просто Unix. Вот. Вы не думайте, что это документация по семейству операционных систем вовсе нет. Это документация по сокетам, которые создаются в файловой системе непосредственно, то есть не являются разнесенными на разные хосты. Вот. Но через них тоже можно асинхронно общаться с теми процессами, которые обрабатывают соединения к этим сокетам. И, кстати сказать, в типичной Linux-системе довольно много Unix-домен сокетов используется. Вот. Ну, в общем, вот. Давайте вернемся к Unix-сокет. Давайте я опишу некоторую машинерию, как это делается. Итак, что вам нужно сделать? Вам нужно создать такой объект внутри ядра, который называется сокет. Если вам разрешат это сделать, скорее всего разрешат. С указанием, какого он будет типа, ну, в смысле не так, какого он будет семейства, домейн. Домейн в данном случае это семейство. Вот это вот, вот эти вот самые Unix-домены, интернет, там, не знаю, Apple Top какой-нибудь, ну, что угодно. Вот это все. И какого он будет типа? Значит, тут ситуация следующая. Мы с вами знаем в случае сетевых соединений два, скажем так, полярных подхода для организации транспорт-передачи данных. Это TCP и UDP. TCP это с установлением соединения, с отслеживанием цельности данных, с отслеживанием очередности данных и с отслеживанием ошибок, разумеется. Вот. А TCP без всего, UDP без всего этого. Значит, первый вариант, который реализует TCP, называется потоковым подключением. Вот. Причем в потоковом подключении еще, например, нам гарантируется защита от переполнения. То есть, ситуация такая, что если, например, с одной стороны компьютер очень быстро-быстро пытается передавать данные, а с другой стороны компьютер их очень медленно принимает, или где-то посередине есть узкий канал, который их медленно маршутизер, то стрим сокет потоковый эту ситуацию на уровне реализации там внизу, на уровне реализации операционной системы должен обработаться. Вот TCP так делает. TCP определяет пропускную способность канала более-менее автоматически и адаптирует возможность передачи к этой самой пропускной способности. Вот. А датограммный сокет наоборот, ничего не делает. Но помимо этого есть еще куча всяких других, ну не куча, тут написано три. И это все, как это правильно сказать, разные вариации все того же. Что-то в нем есть, что-то нет. Ну, например, RDM Reliable Datagram Layer означает, что у вас очередность ваших датограмм в пакете не гарантирована, а вот цельность данных, передаваемых через такого рода сокет. Гарантированно. Я не знаю, существуют ли сетевые протоколы, которые это гарантируют, но вы же можете открыть и не сетевой сокет, а вот локальный, прямо на своей машине и пользоваться им. Rollsocket относится к ситуации, когда вы хотите посылать, ну не знаю, прямо Ethernet-фреймы, например. Вы можете открыть Rollsocket соответствующего типа и начинать туда посылать. SecuPacket это такой поток, у которого отсутствует, ну например, управление переполнением, вот, зато наличствует проверка очередности. Ну, в общем, их много разных. Мы с вами будем пользоваться только стримом и датограммом, потому что они наиболее популярны, вот. Значит, ну все остальное не столько интересно. Собственно, начало очень простое. Давайте, что ли, напишем программу, которая утилизирует вот это соединение с помощью сокетов, ну и попробуем воспользоваться. Значит, ну давайте, сначала напишем программу, которая получает датограмму и одну. И тут же ее, тут же ее, ну скажем, содержим ее вводит на экран, будем посылать текстовую датограмму. Да, значит, это будет что-то типа dp-сервера. Вот. Значит, нам понадобится довольно много всякого, всякого, ну, сейчас увидите. Так, сокет. Системный вызов сокет. Сейчас мы давайте посмотрим, во-первых, что нам нужно. Нам нужен type-h сокет-h, да, зачем нам type-h непонятно, ну, пускай будет. Там написано c-notes, возможно, он нам не нужен. Ну, что же мы будем проверять, что ли? Так, сокет у нас что возвращает? Сокет у нас возвращает int, это просто обычный файловый дескриптор. Ему надо передать домен, ну, пускай это будет Unix, передать ему тип, мы договорились, что это будет датаграмм, и передать ему какие-то флаги или какой-то протокол, в общем, чего-то, что, в принципе, можно не специфицировать, потому что идея в чем? Вы открыли сокет такого-то семейства, такого-то типа, вдруг этого не достаточно, вдруг есть несколько разных протоколов передачи данных, ну, например, потоковых интернетных, стрим и нет. Вот, если бы их там было больше одного, надо было бы указывать протокол. А так-то, в общем, он один, называется TCP, а если мы открываем Unix датаграмм, там тоже одна Unix датаграмм. Короче, здесь надо написать что-то типа адрес family Unix. Вот, а здесь надо писать что-то типа tipsoc датаграмм. Как-то так. Ну, а здесь ноли. И это у нас будет обычный int файл и дескриптор, который int, который, собственно, и будет служить как во всех остальных системных вызовах, в большинстве системных вызовах, некий хитрый объект, который можно как-то привязать к файлу системе, описываться файлом дескриптора. Что теперь мы должны сделать? Теперь мы должны, это мы только создали сокет, он ни к чему не привязан в памяти, он вообще непонятно кто. вот, мы должны его, то, что на жаргоне называется забиндить. Что значит забиндить? Это значит указать нашему сокет параметры какие-то, к какому реальному потоку передачи данных, если мы собираемся его вообще говоря организовывать, он привязан, потому что пока что мы только сказали, что это будет это самое канализ, не канализ, а дырочка по передаче датограмм через Unix домин, все, то есть через файловую систему. Для этого нам нужно воспользоваться функцией bind, но прежде чем мы воспользуемся функцией bind, потому что функции bind надо передавать уже некоторые параметры относительно свойств этого сокета. Нам нужно свойства этого сокета описать. Вот. Это у нас Unix домен сокет. Давайте почитаем еще раз ManUnix. Вот. Нам понадобится, я так думаю, структура данных вида где же она тут была там sukadruun вот что нам нужно. Вот она. Вот. Как видите, он состоит из всего двух параметров. Это family. Мы должны передать туда family, потому что сейчас скажу почему, чуть позже. И некого пути, у которого в Linux есть абсолютно безумное значение максимальной величины 108. Вот почему 108? никто не понимает. Возможно, это 128 минус каких-то 20 дополнительных не знаю. В общем, путь файловой системы, по которому вы заводите сокет, обязан быть не длиннее 108 байтов. такое страшное legacy. Ну и тем не менее, значит, вот слово sun никакого отношения не имеет ни к компании sun microsystems, ни к исчезнушей, ни к дневному светилу, это socket unix, это socket unix, sun. По-моему, так. Короче говоря, нам нужно завести вот такого рода переменную, сейчас мы ее заведем, ну, как мы ее назовем, сервер, это будет описание нашего сервера. Только это, извините, не так, а вот так вот, потому что это структура. Вот, и эту самую переменную надо расписать значениями и потом при указать команде bind, собственно, вот этот описатель нашей, описатель нашего этого самого, нашего, да. Так, если мне не изменяет память, давайте еще раз посмотрим manunix, там всего два поля, у этого socket adder un, и мы можем просто взять и, 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 вот. Нам нужно заполнить family, и нам нужно вот эту строчку заполнить. Отлично, тогда мы что делаем? Мы говорим что-то типа srv sunfamily sunfamily равняется все тот же of unix вот. А вот srv этот самый как его там sunpath, да, нужно как-то скопировать что ли туда. Ну давайте strcpy плохая функция strcpy не надо пользоваться функцией strcpy strcpy вот srv sunpath это что мы делаем? Это мы заполняем вот эту структурку, мы заполняем ее типом нашего сокета и путем где файлы системы он будет валяться. Sunpath ну что, давайте прям его задавать из командной строки rgv1 вот а вот здесь надо указать максимальную длину это strn strcpy максимальная длина это size ну там 108 было написано ну давайте мы не будем не будем писать здесь 107 потому что это плохая идея ну правда не надо так делать короче давайте напишем так поскольку это константный массив все будет хорошо вот тем самым мы заполнили нашу структурку и теперь попробуем попробуем вывозить функцию bin да не dinfo bin давайте посмотрим что от нее нужно от нее нужно сокет в котором мы будем его прибиндивать внезапно непонятного вида отнюдь не adr un а какого-то сок adr ссылочка на какой-то описал его и еще его длина настало время поговорить как все это работает это такой сишный хак который состоит в том что вы можете передавать функции bin сокеты любого из описанных вот здесь вот типа семейств и это при том что в различных семействах размер описателя адреса ну адреса идентификатора будет разный ну vipv4 это адрес 4 байт vipv6 это адрес 128 байт в случае unix домен сокета вы видели это строка из 108 символов байтов вот и в случае вот этих вот других разных семейств адресных свойства структуры адреса будет абсолютно разнообразным и тем не менее это все можно делать с помощью одного и того же системного вызова сокет и одного и того же системного вызова бин это означает что мы должны пойти на такую нелегкую хитрость а именно объявить какой-то какой-то шапочный да что ж такое объявить какой-то шапочный заместитель адреса под названием ну запустим construct сок который на самом деле состоит из family и дата только очень маленького дата это такой стаб в реальности он будет превращаться в правильный тип данных но естественно нам придется указать еще и размер того что мы передаем ну и укажем господи значит что мы здесь напишем здесь мы напишем что мы передаем srv точнее там нужно кажется передавать адрес srv дальше собственно сначала 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 надо указать fd да значит какой дескриптор мы биндим какие параметры мы ему передаем да то есть if unix и путь вот и вообще говоря нужен размер ну вот этот короче сейчас я подумаю правильно ли я делаю а нет nissan pass зачем srv он с какого типа struct длинная давайте вот что сделаем давайте здесь сделаем define не лень define usize какой-нибудь да и здесь вот 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 так вот size of от struct кадр ум во мне кажется так будет правильнее и тогда здесь значит вместо этого size of можно писать вот 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 мы забиндились вот мы забиндились ну что значит что это означает это означает что к этому моменту у нас созданный нами сокет если все произошло хорошо и здесь не вернулась ошибка потому что нормальный если бы я писал хорошую нормальную программу я бы сейчас проверил результат работы bing не равен ли он минус единице кажется да давайте почитаем это что ж такое сейчас вот что он там возвращает у нас он с access возвращает 0 минус 1 в случае если ошибка так вот надо бы проверить конечно что что он вернул минус 1 не минус 1 но бог бы с ним кстати можно будет проверить если хватит премии значит что мы делаем мы должны теперь поднять сервер который будет принимать датограммы приходящие из этого сокета ну и скажем печатать их на экран да то есть это в данном случае не очень важно чтобы зарегистрировать так сказать сервер нужно вызвать системный вызов listen давайте посмотрим по нему тоже help man значит у него два параметра откуда мы будем принимать из какого fd из какого дескриптора мы будем принимать соединение вот а вот тут вот тут вот я смотрю еще какой-то backlog backlog maximum length queue ага значит backlog это вот что такое если вы написали свою программу таким образом а мы к сожалению только таким образом сейчас ее сможем написать потому что слишком слишком уж мало времени у нас если вы например написали программу таким образом что она может обрабатывать только одно соединение за один раз то пока вы обрабатываете это соединение все люди которые подключаются к вашей машине ну в смысле к этому же сокету там нету соединений извините датограммы не важно когда вы обрабатываете эту самую датограмму все люди которые пытаются прислать вам еще попадают в два положения положение номер один их датограммы ставятся в очередь чтобы ваша читалка потом их разобрала положение номер два датограммы просто тупо выбрасываются потому что нету места в очереди вот размер этой очереди как раз и как бы называть? Backlog. Ну, хорошо. Так и назовем. Backlog. Вот. Размеры точки как раз и указываются в параметре Backlog. Значит, чтобы не делать не делать не делать лишних волшебных чисел. Собственно, все. Мы теперь можем получать эти самые соединения. То есть мы это делаем с помощью функции Receive. Напоминаю, что сокеты это асинхронные штуки. В них можно засылать данные и с помощью Receive их оттуда получать. А также проверять, что их там нету и заниматься другими вещами. Вот. И мы с вами сейчас воспользуемся асинхронным интерфейсом. Чуть позже мы будем более сложную программу писать. Там пройдется сложным интерфейсом воспользоваться. Значит, Receive. Ну, точнее Receive. Ну, в общем, это Receive, на самом деле. Возможно, его сократили, потому что многие путают, как пишет слово Receive. Давайте посмотрим на параметры функции Receive. Receive у нее три параметра. Четыре. Откуда? Из какого сокета? Куда будет помещено? Максимальный размер. И кое-какие флаги. Кое-какие флаги. Какие флаги? Бог его знает. Я думаю, что никакие. Нам флаги не понадобятся. Есть у меня такое подозрение. Окей. Значит, тут пошла речь о максимальном размере. Максимальный размер – это максимальный размер той датограммы, которую мы собираемся получить в пакете. смотрите. Да, конечно, но в любом случае тут вопрос лучше в очередь ставить. В любом случае размер той очереди фиксирован. Вот если вы пользуетесь не датограммами, у которых нету никаких в случае использования датограммы, у вас нет возможности оповестить отправителя, что что-то пошло не так. Вот. А вот если вы пользуетесь потоковым сокетом, то там ситуация немножко другая. Там вот эти, когда вы подключаетесь к серверу, подключение у вас вам разрешается ровно столько, сколько у вас размеров размеров бэклога. А вот записать вы не можете. Вы пишете и ждете. Вот. А вот но если у вас будет больше, чем этот самый бэклог, то вам скажут connection refused, потому что, ну извините, бесконечное подключение держать тоже нельзя, ядро не резиновое. Так, я сейчас про что? Я сейчас про размер, про размер буфера. Размер нашей датограммы. Датограмма пускай будет размером, ну не знаю, 16 байтов. Маленькая, очень маленькая датограммочка. Значит, итак у нас receive 4 параметра. Последний параметр я вангую, что достаточно будет нуля. Вот. Откуда? Откуда? Буфер надо завести. Давайте заведем буфер под датограмму. Чар звездочка датограмм вот д-сайз, вот как-то так. Вот. И вот в этот самый датограмм мы и запишем д-грамм что там, д-сайз, да, значит максимальный размер может быть меньше. Ну и соответственно флаги нам никакие не нужны. Что за флаги, посмотрите документация, они довольно разнообразные. Мы сейчас все-таки пишем. Так, на самом деле нет, это потому что датограмма может быть размером меньше. Там могут прийти, ну допустим, мы послали датограмму из 3 байтов. Здесь мы ожидаем не больше, чем д-сайз. Вот этот ресив, если не ошибаюсь, давайте посмотрим, он как раз возвращает, как раз возвращает размер полученных данных. Number of bytes received. Ну вот, значит надо тогда еще какой-нибудь rcz какой-нибудь, да, и этот rcz вот здесь вот rcz равно. Отлично. Ну что, теперь давайте просто сдампим их на экранчик, и на этом собственно и успокоимся. Значит, ой, вот здесь вот напишем счет типа for, for я сказал, и равно 0, и меньше rcz, меньше, и плюс плюс, print, ну не знаю, процент 0, 0,2x, вот так вот, вот так вот, еще пробелечки вставил. Что там у нас, датограмм, it, ну еще putchart какой-нибудь, putchart, шмяк, ну нет, c, n, мне кажется, что на этом достаточно, давайте попробуем, давайте вообще, вообще скомпилируем все это безобразие. Че-че-че-че-че? Так, давайте вот что сделаем, мне удобнее будет с make-файлом работать. давайте так, c-флакс равняется минус O0 минус G минус VO O равняется, что у нас там в dp-сервер? Вот, мне кажется, так будет удобнее. Так, ну поехали. Storage size of srv is not known. Что это значит? Я думаю, что это значит, что надо, надо проинклюзить какой-нибудь еще волшебный сокет, он неизвестно где описан, да? А, слушайте, я знаю, что надо. Надо сказать manunix и там будет написано во, 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 нам нужен ум.h сокет h у нас уже есть, а вот unh у нас отсутствует. Вот, вот его и надо. Так, поехали. Теперь что? Slow family написал через 2L. Молодец. Так, теперь что? Вот это warning. Давайте мы сделаем вот так вот, чтобы было видно. А, так будет хуже видно? Ну ладно. Смотрите. Incompatible Pointer Size в смысле Pointer Type смотрите, у нас бинду нужно передавать, помните, я говорил универсальный плейсхолдер, да что ж такое-то? Бинду у нас нужно передавать универсальный плейсхолдер, он типа Constructsocadr звездочка. А у нас этот самый, это наш SoCadr Un, значит надо вот здесь вот в бинде ему просто взять и его тупо закастить вот так вот. О! Значит, напоминаю, зачем это нужно? Это нужно за тем, что бинд универсальная функция, туда можно передать описатель сокетов, адреса сокетов разного, из разных семейств, а не разного размера, соответственно, разного типа. Вот. такой жесткий, хищный хак возьмем и перекастим с одного типа в другой и не волнуем. И все будет хорошо. Даже осталось только, он говорит, что это чар звездочка. Потому что я идиот, потому что здесь не нужно было звездочку писать. Вот теперь все хорошо. UDP сервер. Давайте, не сходя с места, напишем еще UDP клиент, он такой же маленький. Вот. Ну, даже не клиент, а просто программку, которая будет посылать одну датограмму. Она будет очень похожа на эту программку. Поэтому я думаю, что будет это несложно. Так, значит, это у нас сервер. Пока что оставим его в покое. Давайте напишем только это не UDP сервер, извините. А Unix датограмм сервер. Вот. Чтобы не путать с UDP, это никакой не UDP. Значит, тогда у нас тут будет Unix д-сервер, ну, Unix д-сенд, да. Вот этот самый Unix д-сенд мы сейчас напишем. Значит, мы сейчас напишем программку, которая засылает в этот сокет одну единственную датограмму. Кстати, нет, давайте, знаете, что сделаем? Давайте мы попробуем его таки запустить. Вот. Сейчас удалим UDP сервер. Давайте попробуем вот таки запустить, посмотрим, что получится. По идее, он же должен создать сокет. Вот, давайте попробуем. Ну, конечно, нету, но умные все кругом. Во. Значит, какой у нас параметр командной строки у него? Значит, там, по-моему, мы использовали мы использовали argv1 в качестве параметра названия сокета. Напоминаю, что сокет это такой файловый объект. Шмяк. Что-то мы такое запустили. А, видали? Видите, букву С. И это сокет. Какого типа этого сокет? Файлосистеме неизвестно. Файлосистема забиндила на конкретный адрес family Unix домен сокет, забиндила туда тот сокет, который мы создали, а параметры его мы создавали совершенно отдельно. Вот она теперь у нас программа висит, сокет у нас наличествует, осталось только в него что-нибудь пописать, но давайте мы напишем программу, которая это делает. давайте мы убьем эту штуку, а сокет остался. И это тоже мы убьем. Все. Так, ну и вот давайте сделаем так, давайте мы скопируем прямо, скажем, send. вот, значит, что мы будем делать здесь? Здесь мы будем посылать датограмму в имеющийся сокет, вот, значит, что мы должны сделать? В общем, вся та же картина, мы должны создать сокет в памяти, мы должны забиндить его на тот сокет, который у нас имеется. Вот, я вот тут смотрю, нужно ли нам его зачищать. вот здесь вот. Да, нужно. Нужно зачищать, то есть, мы создали сокет, положили, что он, что он типа Unix, положили туда. А вот bind и liston, это у нас делал сервер. В случае, если мы пользуемся клиентом, нам надо забиндить его, чтобы мы сказали, что вот этот файл-дескриптор fd, этот дескриптор соответствует вот этому созданному нами сокету. Вот. Но вместо liston мы должны туда что-нибудь послать. Ну, давайте пошлем. Вот это мы все убираем. Это мы все убираем. Вот. Давайте мы туда пошлем. ну, второй параметр. Что мы как бы argv2 туда пошлем. Send. Давайте почитаем по нему документацию. В какой файл дескриптор, из какого буфера, сколько ровно и какие-то флаги. Как обычно, флаги, скорее всего, нам не понадобятся. Я сильно подозреваю. send, send, send. Нет, похоже, нам придется воспользоваться send to. Похоже, нам придется воспользоваться send to, потому что нам нужно будет описать, кто у нас получатель. Ну, хорошо, используем send to. Значит, вот у него шесть параметров. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть параметров. Давайте это скопируем и потихонечку примерим. Значит, не send, а send to. Окей. Дескриптор. fd. Откуда? argv. 2. Потому что argv1 у нас название сокета. Размер. стрельяна торгует два. Флаги. Никаких флагов нам не нужно. Конкретно кому посылаем. Укажем там собственно наш SRV и размер этого SRV. как обычно. флаги. Я перенес строчку, чтобы оно влезало вообще на экран. Значит, еще раз. Параметр send to через какой файл дескриптор, из какого буфера, размер буфера, какие-то флаги, кому описатель сокета и размер этого писателя. Ну вот. В общем, все. Мне кажется, что этого достаточно. Мне кажется, что этого достаточно. Что тебе не нравится? А, ну нам уже этого не нужно. Это лишняя переменная была. это я всю копипасту не докопипастил. Флагс. Тут был ноль, я же говорю, не докопипастил копипасту. Во, собрался. Отлично. Что у нас теперь есть? У нас теперь есть две программы. Давайте я открою два окошка, чтобы было видно, что это две программы. Одна сервер, другая клиент. Запускаем сервер. там нужно указать файл объект, в котором будет наш сокет лежать. Это где src сокет? Вот он. Обратите внимание, что тут еще равно рисуется. Равно это значит двунаправленный сокет. Вот. Давайте попробуем запустить клиент и туда что-нибудь пописать. send. Дальше у нас первый параметр куда. Второй параметр что? Ну, допустим, кваква. файл объекта. Все видели, да? Что произошло? У нас отработал сервер, он принял датограмму, задампил нам ее на экранчик. Вот. Ну и собственно вот. Давайте посмотрим, что будет, если я пришлю очень большую датограмму, которая не влезает в буфер из 16 байков. А-а-а, тут произошла маленькая казус. Мы написали свою программу слишком несекьюрно, слишком не проверяли никаких ошибок. Почему ничего не заработало? Потому что не заработал bint. Bint не заработал, потому что такой файл уже был, этот сокет, он не создался. А, нет, короче, надо сначала сказать ремы. А давайте не так сделаем. Знаете, что сделаем давайте мы вот так сделаем и тут в конце то же главное чтобы в качестве параметра не указали какой-нибудь нужный вам вам файл потому что эта программа теперь его удаляет вот она будет удалять соответствующий файл ну вот сейчас сейчас вот теперь должно работать вот смотрите как и было сказано датограмма может быть любого размера вменяемого получили мы все равно только столько сколько заказали сколько вылезает в буфер сколько мы указали вот это все такие дела вот вам прямо клиент сервера мы можем мы можем написать например вместо вместо однократного приема написать цикл и тогда у нас будет значит через этот сокет он будет общаться такие дела у нас не так уж много времени прямо скажем давайте мы теперь напишем более сложную программу которая тоже клиент серверную которая сидит на не на юнекс домен сокете а на сокете цепишном во-первых это сокет потоковый то есть к нему можно подключаться и слать за пакетом пакет вот а во-вторых он будет работать по сети я если у меня деньги есть компьютер рядом свободно я даже попробую показать как это работает по сети окей давайте напишем так обычный сервер ну здрасте вот эти циферки это был вопрос что это за циферки почему я ввел строчка вывели шестнадцатичные циферки потому что я так написал сервер да значит давайте это был д сервер а давайте теперь tcp сервер напишем нам придется открыть кстати тут почти все то же самое ну ладно давайте сначала когда еще раз напишем чтобы чтобы вот народ не учился значит у нас будет у нас будет у нас будет у нас у нас будет теперь значит программа которая принимает соединение соединение не одну датограмму а прямо целое подключение по tcp обрабатывает этого подключения закрывает это подключение принимает следующую ну и так по очереди для этого нам понадобится два дескриптора ну и ладно давайте пока один значит интер д это наш дескриптор сервера значит man in нет а как он называется почему не in in должен быть нет сейчас секунду а ip man ip man man 2 ip ну не 2 3 а 7 о значит ip это интернет сокеты те самые значит нам что нужно нам нужно во первых знать как они называются они называются сокадр in и какие у них параметры у них три параметра как полагается сокету то есть интерфейс штуки транспортного уровня family обычно это и нет порт и адрес как у всех людей значит там возникнет некоторое извращение но мы до него еще не добавились окей значит у нас будет соответственно сок адр in этот самый сервер только не сам сокадр и на struct эта структура такая вот у нас наверное должен быть буфер какой-то сразу запишем его буфер это наш пакетик ну хорошо буф сайз да маленький давайте определим этот буф сайз вот буфер буфер буфера слушайте давайте тогда сразу а нет ладно там нужны всякие ну ладно потом значит что мы делаем мы должны заполнить вот эту структурку сокадр in она состоит из фэмили порт адрес наверное ее заполнить можно так сначала надо сказать что фэмили да синфэмили так так srv синфэмили равняется аф и нет а мы мы раньше мы раньше делали не так мы раньше сначала создавали создавали этот самый сокет да ну без разницы сокет создадим потом мы заполнить мы сейчас заполняем структурку srv следующий у нас там что было порт да s и n порт как и в случае s u n sin это не не грех а этот самый стрим интернет да порт 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 а вот с портом интересная история я конечно могу написать что-то типа а то и под ну скажем rgv2 да вторым вторым параметром будет указан порт проблема стоит в том что это не заработает это не заработает в связи с тем о чем мы говорили чуть ли не два модуля назад а дело в том что дело в этом самом порядке байтов порядок байтов на разных архитектурах разный и если мы просто преобразуем наше число порт это число преобразуем его в целое число не факт что порядок байтов принятый на данной архитекторе совпадет с порядком байтов принято при передаче по сети прям скажу скорее всего не совпадет дело в том что это самое при передаче по сети используется little big ends то есть у нас сначала идет самый младший байтик потом постарше байтик потом еще старше потом еще старше ну потому что если вы получили один байт скорее всего он самый младший вот поэтому нам недостаточно здесь а то а значит а надо написать сюда еще такую специальную функцию которые сейчас я не вспомню х т госпи х ту н с по моему так дайте почитаем это такая страшная функция вот смотрите конверт валют битвин хвост и не тварь байт ордер нам нужно превратить его в не тварь байт ордер вызвать х это хвост ту н нитворк и в данном случае шорт потому что у нас номер порта он шорт значит хату и нас я правильно писал вот такая вот картинка значит обращаем ваше внимание на это если вы не сделаете вот эту конвертацию то что вы будете задавать порт а он будет превращаться во что-то очень странное потому что у него байки будут переупорядочиваться при передаче по сети так теперь что касаемо что касаемо что касаемо адреса с адресом все еще сложнее адрес если вы помните это в случае если мы пользуемся ipv4 это 4 байта и эти 4 байта нам задавать лень я бы хотел конечно их в форме задавать в форме просто строки типа там 127 001 вот сейчас я посмотрю нет тут такого нету ну короче я лучше посмотрю шпаргалку называется и нет птон ща во первых давайте посмотрим где о господи арпа ну арпа так арпа значит да что это такое нет птон к птону это никакого отношения не имеет это функция которая конвертирует в нужный адрес формат нужного семейства адресов исходник в строке и попадает он в соответственно в память по вот этому указателю опять таки поскольку это разные семейства вот у нас может быть размер этого указателя который в конце может быть раз это может быть 4 байта как в af и нет это может быть сколько там полагает 128 или сколько там байтов как в af и нет 6 ну в общем много короче нам надо сконвертировать адрес во внутреннее представление и этим занимается вот эта волшебная штука под названием и нет птон значит что делать он нет птон у него первый параметр это адрес фэмили не так вот первым параметром адрес фэмили вторым параметром откуда ну скажем rgv1 да та строчка которую мы конвертируем и третьим параметром тут было слово srv кстати и третьим параметром куда по-моему так давайте посмотрим ну мне кажется что да вот он сенадр сенадр вот этот в этот самый сенадр это просто видите целое число три двухразрядное в этот самый сенадр он и будет складывать вот такие дела а значит хорошо что мы сделали мы пока ничего не сделали мы даже соки мне даже файл-дескриптор не завели ну файл-дескриптор мы сейчас заведем как обычно никаких никаких дополнительных флагов не нужно суак суак это конечно хорошо но нет значит смотрите семейство у нас ipv4 тип нашего сокета этот самый поточный да стрим вот теперь мы его биндим что на что биндим биндим файл-дескриптор который открыли на srv ну давайте сразу его тоже преобразуем в этот самый страт как он там сокадр что ли вот а там еще размер нужен размер ну давайте как в прошлый раз сделаем так define 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 какой-нибудь esize 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 вот ну что значит как обычно лисы давайте тут сразу тогда как обычно лисы вот и дальше у нас собственно идет что дальше мы должны потихонечку принимать наши подключения обрабатывать эти подключения и заниматься этим дальше ну допустим вот прям вот так вот прям прям вечный цикл вот что мы делаем первым делом мы принимаем ждем что будет установлено подключение с нашим сервером и принимаем это подключение здесь нам понадобится еще один файл-дескриптор это файл-дескриптор от того потока данных который соответствует очередному подключению да ну как его назовем конечно cfd вот этот самый конечно файл-д cfd является результатом системного вызова акцепт про который мы сейчас посмотрим что это такое значит что это такое я уже говорил это операция которая позволяет принять подключение специальный поток данных под это дело выводится и дескриптор который возвращает это именно он прочитать оттуда все данные ну и закрыть мы можем в этот дескриптор ходить вот этими самыми send receive а можем прямо читать и я вот лучше лучше использую чтение сейчас что там у них извините акцепт сокет и какого типа окей акцепт сокет это просто fd наш тот тот сокет на котором мы слушаем а какого типа нам ничего не нужно делать потому что по умолчанию он ужас и так все ясно у нас он типа этого самого а f и нет то есть вот эти вот эти нулы означают значение по умолчанию так ну что вот мы подключились а смотрите я осмотрю шпаргалку и понимаю что мы сейчас пишем более простой сервер мы просто можем не успеть написать более сложно у нас времени нету да значит смотрите я хочу сейчас показать что TCP соединение двустороннее вы можете туда посылать данные вы можете оттуда читать данные вы данными с сервером обменивайтесь вот это вот подключение sfd cfd который я открыл по нему можно одновременно и читать и писать соответственно что мы сделаем мы сейчас оттуда прочтем что-нибудь в буфер а потом в ответ что-нибудь напишем ну давайте так вот у нас есть буфер мы в этот буфер что-нибудь прочтем так, для этого нам нужно завести еще размер прочтенного сообщения ну в смысле принятого принятого пакетика cz равняется read обратите внимание что я пользуюсь не send receive а write read почему? потому что мы открыли поток stream в котором все равно все данные sequential, все данные последовательные мы отлично можем пользоваться файловой файловым абстракцией вида файл как последовательный набор данных вот поэтому read и write работают read значит из этого cfd то есть из очередного подключения которое было установлено мы читаем в буфер он буфер у нас называется буфер буфсайз мы читаем не больше чем буфсайз байта ну что мы с ними сделаем? надо с ними что-то сделать ну давайте не знаю давайте мы их сделаем вот так вот for и равняется нулю и меньше cz и плюс плюс а тут у нас а тут у нас буф и т равняется туаппер есть же такая функция туаппер все тайпаж она лежит отлично буф и т равняется все буквы сделаем большими и полученную ерунду запишем обратно в write это было слово write туда в это соединение cfd наш буфер ну и сколько там было прочитано cz и внимание закрыть соединение то есть смотрите какая фишка у нас есть файлы дескриптор от того сокета на котором я слушаю и мне приезжают в количестве файловые дескрипторы от самих соединений и этими соединениями я пользуюсь пишу читаю могу писать в этот сокет могу читать оттуда это тот поток данных который меня связывает с конкретным клиентом вот а потом я должен отсоединение закрыть если я его не закрою то есть с той стороны клиент не закроется ну вот как-то так теперь давайте напишем все инклюды потому что их тут дофига много я не сделал инклюды но сейчас мы их напишем значит так поехали значит сокадр ин это у нас какой-нибудь а да кстати где у нас с сокет это во-первых нет все еще нет сокадр я вот вижу вот такую штуку cfd а то и это у нас stdlib точно хочу какую-то фишку для вима которая автоматически инклюды правит в файле ну потому что что это так сокет понятно а молодец чё 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 почему read почему им приседает read а потому что там небось какой-нибудь uni std потому что read потому что uni std окай то аппер наверняка у них string нет c-type хорошо так да наверняка есть но я один нашел но он оказался неудобный так ну чё он даже скомпилировался слушайте давайте попробуем запустить что сервер какие там параметры адрес порт значит смотрите с адресом ситуация следующая вы должны указать адрес один из тех которые один из тех которые у вас выводят утилит IPA ну в случае если это Linux да которые присвоены вашим сетевым интерфейсом вот они если мы пользуемся адресами IPv4 а не IPv6 IPv6 вот они но мы пользуемся IPv4 или вы можете тупо указать адрес 0000 тогда у вас ваш сервер будет слушать на всех возможных адресах вот я так и сделаю ну и порт раз два три четыре смотрите минус lt командочка нетстат минус lt покажет нам лист значит списки всех сейчас активных сетевых подключений а t только те которые из них TCP вот он 1 2 3 4 слушает кто-то у нас на 1 2 3 4 у меня в планах было написать еще клиент но у нас уже времени нет кажется совсем да у нас час 20 же вот поэтому мы воспользуемся стандартным клиентом который называется netcat который я уже показывал и давайте мы подключимся netcat localhost по порту раз два три четыре подключение состоялось что-то происходит ну-ка что-то он мне 0 возвращает смешно я хотел не так ну хорошо давайте разбираться разберемся и на этом закончим так во-первых понятно почему потому что у нас кто-то раньше на этом порту раз два три четыре сидит все ясно все ясно надо было так слушайте а может раз-два-три-четыре вот мы зря не проверили что бинг не сработал возможно надо было его возможно надо было его немножко оградить сейчас я посмотрю вот я тут делаю это или не делаю ну не делаю я здесь шпаргалки этого давайте вместо раз-два-три-четыре какого-нибудь другого запишем в конце концов раз-два-три-четыре это конечно хорошо 0-0-0-0-0 напоминаю что это просто широковищательный адрес хотя можно например 127 0-0-1 да 1-3-1-3 нет кат 127 0-0-1 1-3-1-3 ооо вот она просто на 1-2-3-4 у меня кто-то кто-то слушает а все почему он не закрывает соединение давайте посмотрим потому что я идиот потому что я закрыл классов дэну я молодец так еще и работать перестанет естественно надо вот так вот я глупый человек надо закрывать соединение обработал соединение закрой его вот теперь все должно работать давайте еще раз давайте у нас совсем не осталось давайте я попробую доказать что на самом деле на самом деле это настоящее сетевое подключение давайте я здесь напишу 0-0-0-0 посмотрю какой у меня IP адрес я думаю я думаю что вот этот адрес мой на внутренней сети попробую зайти на какую-нибудь машинку ну не знаю ну вот на эту например наверняка меня туда пустят правда пустили а какой у нас был IP адрес 16 да вот это другой компьютер видите он по-другому называется правда там все понятно в одном цвете но это правда другой компьютер верьте мне вот там и версия Linux другая и сейчас я попробую подключиться вот сюда по порту какой я сказал 1.3.1.3 не получается плохо а если на локальной машине ага а если здесь нормальный адрес указать работает и если теперь на удаленной работает обратите внимание что я с одного компьютера захожу на другой по сети и моя программа обрабатывает подключение все значит нам пора заканчивать значит чего мы не успели вот но чего собственно на самом деле самое интересное мы не успели самое интересное самое интересное стоит в том что мы можем мы можем каждый раз когда происходит соединение вот здесь отфоркивать обработчик то есть делать системный вызов форк безо всякого экзега просто форк родительский процесс будет у нас продолжать слушать на порту он будет делать следующий акцепт прямо в ту же секунду когда отфоркался а дочерний процесс будет обрабатывать соединение потому что ему передали там же скопировался вот этот дескриптор ему передали этот дескриптор и значит таким образом он будет обрабатывать соединение вот это вот максимальное количество подключений при этом будет означать ограничение не на количество процессов обработчиков а на количество одновременно стучащихся к нам клиентов которые мы еще не успели вот этим акцепт плюс форк обработать. Но, в принципе, это довольно быстро. Подключаемся, немедленно форкаем процесс, процесс начинает обработку соединения. Подключается следующий человек, мы немедленно форкаем процесс, процесс отфоркнутый, обрабатывает соединение. А наш основной процесс родительский делает только акценткой. Вот. Так устроены, в общем, все современные сервера. Такие дела. Все, у нас время вышло окончательно. Значит, просто совсем. Давайте мы будем заканчивать. Вот. Зато мы, по крайней мере, успели все написать. Я даже кое-что показал.